Привет дорогие друзья, на связи Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения MLM онлайн и сегодняшняя тема очень важная в MLM рекрутировании. Я хочу вам рассказать, как проводить переговоры в сетевом бизнесе и подключать 9 из 10 партнеров в бизнес. Итак, смотрим и не переключаемся. Наверняка вы знаете, что переговоры имеют большую составляющую и очень важную роль в бизнесе, ведь мало того, что направить трафик из онлайна, вам нужно уметь рекрутировать человека в бизнес, с правильным рассказать и провести его от А до Я, так, чтобы он сам захотел подписать контракт или зарегистрироваться к вам в команду. Поэтому я очень большое внимание уделяю именно переговорам, именно проведениям рандеву в этом бизнесе, потому что это очень важно. Вы, думаю, со мной тоже согласны и давайте тогда начнем. Первое, с чего нужно начать, это узнать информацию о человеке. Прежде чем вести с ним разговор, нужно узнать, кто он, что он, где он, зайти к нему на страничку, посмотреть, где живет, как живет, семья, дети, бизнес, какие у него мысли, о чем он думает, может быть, какие-то мечты у него есть, путешествует, на какой машине ездит, в какой квартире живет. Это такой у нас, знаете, разведывательный маркетинг, для того, чтобы понимать и составить общую картину, кто перед вами и на какие точки вам нужно будет немножко продавливать, для того, чтобы правильно выстроить диалог. Следующим пунктом нам нужно найти точки соприкосновения. И когда вы начинаете общаться, не стоит сразу ему рассказывать о бизнесе. Это большая ошибка, и многие ее допускают. Стоит найти именно эти точки соприкосновения. И можно сказать так, что, слушайте, у меня была минутка, я тут зашел, посмотрел. Вы живете там-то, да? Ой, там, как у вас там? Классно, как погода? А я там был недавно. Или вы тоже там живете? А я тоже там жил. А вот сейчас переехал. Или он, если он переехал, где вы сейчас живете? Ну, например, вам нужно найти что-то общее, общие точки соприкосновения, так сказать, создать отношения, чтобы вы уже перешли, ну, friendly-friendly, чтобы вот эту дистанцию, на которой вы сейчас вначале находитесь, время на знакомство, ее сократить до минимума. Следующим пунктом я вам рекомендую избавиться от впаривания. Что я имею в виду? Нужно быть искренним. Не нужно думать о том, что сейчас вот вы начинаете человека рекрутировать и сразу в голове начинаете просчитывать по маркетингу, плану, так, сейчас я его подключу, это значит, туда столько баллов, туда столько, туда-туда-туда-та, и я столько-то денег получу. Нет, это все, конечно же, чувствуется на ментальном уровне, и человек сразу поймет, что вы хотите его подключить, что вы хотите ему, даже если вы не хотите ему впарить, да, он будет чувствовать, что вы именно нацелены на то, чтобы его подписать и получить выгоду. И вот этот вот фильтр, который у вашего оппонента, вы начинаете его проходить. Если вы не пройдете этот фильтр, значит, в самом начале вашей встречи будет полная фиаско. В таком случае я вам просто рекомендую быть искренним, быть самим собой и ничего не пытаться навязать или человеку продать, чтобы не было у вас какой-то вот выгоды, желания получить с него выгоду. Просто будьте искренним, настоящим, не пытайтесь произвести какое-то впечатление, потому что люди в самом начале это очень считывают, понимаете? Так что будьте искренними и открытыми. Следующим пунктом вы должны обозначить правила встречи, выставить время, дедлайн и обозначить рамки цели. Следующим пунктом вам нужно задать вопрос, какая ситуация сейчас у человека в жизни и что у него сейчас происходит. Заметьте, вам не нужно говорить, расскажите о себе. Вы просто спрашиваете, какая у него сейчас ситуация. И тогда человек начинает с вами делиться, что у него, как у него, семья, дети, бизнес. Он вам сам погрузится. Затем имеет смысл спросить у человека, что он хочет и какая у него цель, и какому сроку он бы хотел это получить. Когда вы это узнаете, для чего мы это делаем? Для того, чтобы погрузить человека, вот это вот состояние, когда он переживает и себе выставляет сам рамки, чего бы он хотел в этой жизни добиться. И моего, вот это вот состояние, хочу, хочу, оно необходимо для того, чтобы человек включился. И мы ему в этом помогаем. Следующее, что я рекомендую сделать, это удар кейсом. Все мы социально зависимые и нам нужно понимать, смогу ли я, ну, сможет ли этот человек достичь каких-либо результатов. И мы ему рассказываем, кто один кейс, второй кейс, третий кейс. Вы же понимаете, что в MLM-индустрии все-таки этот бизнес построен на историях. И вы всегда должны в запасе иметь истории, пусть это будет даже ваша личная история или история людей из вашей команды или не из вашей. Но вы можете провести параллели и сказать, что я вижу в тебе потенциал такой же, как у этого человека. Вот смотри, Маша Глаша, она сделала то-то, то-то, то-то и получила то-то, то-то. Так что нам обязательно нужно сделать вот этот удар кейсом, так мы социально зависимые. И когда мы это услышим, мы скажем, а чем я хуже? И начинается такое, знаете, гонка, это игра. Вся жизнь игра. Дальше мы рассказываем суть бизнеса. Что за компания, какие возможности, что необходимо делать, какая у нас команда, почему именно наша команда лучше, почему именно к нам стоит прийти. И ведем человека вот этой вот дорожки. Потому что, когда он приходит, он задает себе три вопроса. Первое, это куда он попал. Второе, что ему нужно делать. И третье, кто ему будет в этом помогать. И как раз мы должны все эти моменты раскрыть. Но тут имеет смысл тоже подготовиться для того, чтобы грамотно рассказать суть бизнеса, а не просто компания-то такая, с тем-то занимаемся. Нужно тоже через определенные триггеры понажимать для того, чтобы человек захотел. Об этом я подробнее рассказываю в своем курсе, который называется «Упакуй и кайфуй». Там прям алгоритмы и скрипты, что и как говорить. После того, как мы рассказали суть бизнеса, мы говорим, есть ли у вас какие-нибудь вопросы. Ну и ждем. Делаем пазу, человек сам рассказывает. Дальше мы работаем с возражениями, если такие возникают. На самом деле это нормально, когда у человека возникло возражение. Обычно те люди, которые говорят, послушали суть бизнеса, все о компании, о вас, почему вы такие замечательные, прекрасные, скажут, все, огонь, давай, куда деньги, я пошел. Это может, наоборот, вызывать подозрения, потому что это принятое решение на эмоциях. Наоборот, более качественные те партнеры, которые задают вопросы и много задают вопросов, потому что они делают выбор. Это не эмоциональное решение, и они к нему подходят с ответственностью. Поэтому вам следующим шагом нужно будет проработать возражения для того, чтобы их всех закрыть. И дальше вы сделаете, закроете сделку. Ну и теперь самое важное – это принятие решения и старт. Нам нужно закрыть сделку, и нам нужно сослаться на начало встречи, когда мы обозначали правила проведения, дедлайн, и выставляли рамку цели. Когда мы ссылаемся на начало встречи, тогда нет ощущения, что мне начинают впаривать что-то. Понимаешь, потому что у нас были уже определенные договоренности перед этим, и поэтому я сейчас ссылаюсь, что мы будем делать дальше, какое ваше решение. Потому что в самом начале мы об этом говорили. И человек об этом знает. Мы так лайтово это делаем. И я так, знаете, люблю говорить, что ведение переговоров – это такая игра, где нужно расслабиться, быть самим собой и кайфовать от того, что ты делаешь, от того, как ты проводишь эту встречу. Потому что если ты будешь сильно напряжен, если ты не будешь естественным, то тогда человек сразу чувствует, у него возникает какое-то подозрение. Нам этого не нужно. В целом, я вам рассказал план ведения переговоров в сетевом бизнесе. Если вы будете его придерживаться, то тогда вы будете идеально подключать 9 из 10 партнеров в бизнес. Конечно же, это нужно проработать. Нужно составить текст, какие вопросы будете задавать, что и как. Еще раз вам хочу напомнить, что в своем курсе я даю полный обзор, как проводить переговоры с мельчайшими и подробными, скажем так, скриптами, где что говорить, как говорить, в какой момент говорить. Прямо текст, если вы берете, выручиваете, вставляете этот текст в разговоре, и у вас все. Определенные тригеры срабатывают, человек подписывается. Но это в курсе, куда называется «Упакую кайфу». Ну, а вам большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я думаю, что это было полезно, и надеюсь, что это принесет вам большую пользу в вашем бизнесе. Поэтому используйте и обучайте этому своих новичков. Потому что онлайн – это хорошо, нужно уметь еще и вести разговоры, переговоры в оффлайне. Потому что это база. Друзья, если вам было полезно это видео, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажмите на звоночек, чтобы не пропустить мое следующее видео. И также пишите комментарии, что вы согласны, не согласны. Может быть, у вас какие-то свои методы? Потому что я долго выискивал, все-таки выстраивал этот план и выработал его. Но я всегда ищу и собираю по крупицам разную информацию для того, чтобы дорабатывать это. Бизнес меняется, времена меняются. То, что работало вчера, не работает сегодня. Поэтому я буду вам благодарен, если вы поделитесь какими-то своими наработками. Возможно, укажете что-то, в чем вы не согласны или в чем вы согласны. Поэтому еще раз большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. До скорой встречи. С вами был Владимир Коваленко. Пока-пока.